Ну, всем доброго спортивного утра! Сегодня у нас радостные события. В любимой национальной библиотеке, которая носит мое имя, открывается Библиоспортзал. Испытать новую беговую дорожку не проще даже сам Александр Сергеевич. Теперь от читального зала до спортивного буквально рукой подать. Размяться на велотренажере или пробежать километр-другой под аудиокнигу смогут все, у кого есть читательский билет. Конечно, это очень интересно, это очень ново. И, как уже показывает практика, как только прошел анонс по нашим социальным сетям, по официальным страницам, люди сразу стали приходить и спрашивать, когда же можно будет воспользоваться этой услугой. То есть мы уже видим, что это очень актуально и интересно для нашего населения. Открыть в библиотеке спортивный зал предложил клуб молодежных инициатив «Шаг». Прошлым летом они выиграли грант на реализацию идеи. За полгода в библиотеке появилось еще одно полезное пространство. Воплощали проект вместе представители молодежного клуба, сотрудники библиотеки и волонтеры. Тот проект, который родился, наверное, у большой инициативной группы людей, у нашей организации, у библиотеки, библиотека Пушкинская, с полной самоотдачей приняла и нашу инициативу. И то, что сейчас происходит, это такой венец первой половины реализации этого проекта. Библиотеки спортзал от обычного почти не отличается. Современные тренажеры, гантели, шведская стенка, коврики для занятий гимнастикой или югой. Есть где переодеться и оставить свои вещи. Здесь можно позаниматься и одному, и с друзьями. Группой до семи человек. Эллипсует и степпер ждут сторонников активного образа жизни. Все тренажеры просты в использовании, справится даже новичок. Можно, кстати, совместить тренировку ума и тела. Книгу лучше взять в аудиоформате, но и с обычной тоже позаниматься получится. Переключение деятельности умственной и физической, она все время будет положительно сказываться на организм. И вы намного дольше сможете находиться, например, за чтением книги, делая такие физкульт-паузы, которые возможно сделать в этом зале. Чтение книг, ну это 2-3 часа, и уже у человека утомляются глаза, утомляется организм. Можно сделать физкульт-минутку, 40, ну там даже не 40, а 20-30 минут в зале, находясь. В Библиоспортзале планируют регулярно проводить групповые занятия с профессиональным тренером, эстафетой и спартакиадой. Ну а в основном заниматься придется самостоятельно. Библиоспортзал будет работать по тому же графику, что и библиотека. Ольга Данилова, Андрей Просвиркин, Народные новости.